Ну мы смотрим, вы такие веселые, ничего не боитесь. А чего бояться? Сегодня зашли сюда ваши родственники, можно сказать, по крови, по истории, по духу, по вере. На что уже, какие планы? Как думаете, когда жили? Надежды на то, чтобы все стабилизировалось, чтобы было все нормально, чтобы наши дети ни в чем не нуждались. Вот это наша самая главная надежда. Доброе утро. Вы считаете, что это утро доброе? Да, да. Я, например, я россиянка. Я рада, что приехали сюда. Нету никакой агрессии именно на Россию, потому что я сам крымский, я с Крыма, я Роздольнский район родился. Как я могу, это моя семья, половина моих сестер, братьев. Все за Россию. Все за Россию, да? Ну, большинство, конечно. Ну, как? Ну, я имею в виду, и украинцы за Россию только есть такие, что... Ну, понятно. Ну, самое главное, что большинство за Россию. Да, большинство за Россию, да. Вот разница с ВСУшниками и вот этими самыми воинами Аллаха. Чем, блядь, 12 дней, там, сейчас дня на колени упали, Аллах умолится, да? А эти 12 дней, блядь, самонку уже жрут, блядь. Куда вы вообще, блядь, куда ваши деньги? Там 12-15 тысяч, там 18 тысяч гривен им платили в месяц. Но они говорят, что они любят свой народ, или это не так? Так им нужно народ, блядь. Им нужно, блядь, деньги заработать, да и все. Кому нужен народ, блядь? Только нам вообще, блядь, странат, блядь. Только нам нужна Европа, блядь. Мы живем нормальной жизнью, так давайте жить нормально. Мы славяне, ну как мы можем все взять, разделили все, разделили, геребанили по кускам. Хотели купить водички, семечек, но у нас рубли, как думаете? Берут, берут. Берут, берут, да, да. Рубль запрещен в Украине. Не запрещен, тут у нас ничего не запрещено. Покажите мне Украину, где она сейчас, на данный момент. То есть мы скупимся сейчас? Конечно, можно, она меняет, один-трем поменяете. Хочу отметить, вот сейчас заходим в магазин, вывеска в магазин оформлена на русском языке. Я думаю, что это главный показатель того, чем здесь живут местные жители. Здравствуйте. Здравствуйте. А здесь свет, почему вы сейчас экономите? А у нас нет вообще. У вас света нет? Уже сколько? Собчера с него полшестого. Ясно. Ну, а расскажите, как поживаете? Рады ли видеть гостей? Вот так и живем. Видеть рады, но так и живем. И не хочется ничего сказать просто. Ну, вовсе настроение у вас хорошее? Я вижу. Ну, у нас, да. Поделитесь, почему. Ведь хорошее настроение не просто так. А, как 100 грамм смекомер, вроде ничего. Ты знаешь, без обидок, ну, просто. Боимся что-то сказать, если честно. Ну, известно еще ничего. Ну, боитесь потому, что, скорее всего, у вас здесь власть была такая жестокая, да? Да, 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 да. Ну, а хотелось бы как? Как бы хотелось, расскажите? Хотелось нормально. Это как? Вот как нормально? Как раньше было. Про союзи. Здравствуйте. Как вас зовут? Люба. Люба. Ну, вот с утра, несмотря на то, что появились машины с российскими флагами, люди ходят, гуляют в хорошее настроение. Расскажите про ваше настроение. Хочется определенности. Хочется мира. Между народами хочется мира. Чтоб люди дружили друг с другом. Чтоб не было вражды. Чтоб все вопросы решались мирным путем договариваться между собой. Могли договориться. Это, наверное, самая большая боль сейчас у людей, да? Да, да. И нет света, и люди не знают. Нет воды, естественно, у нас уже два дня. Люди не знают, что будет дальше. Как будет дальше, и почему это так. Никто ничего не предупреждает, когда это все прояснится. Попадай мне, пожалуйста, пожалуйста. Отпускайте, отпускайте, я пока вам вопрос задам. А расскажите, вот мы просто приехали, у нас рубли в кармане. Возможно ли за рубли купить у вас что-нибудь? Ну, да, за вчерашний день нужно. 8-5. 8? Отлично. Просто нас спасете, у нас будет. 8. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА